Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Трудовое нововведение, праздничный экспресс и конфетный бизнес. Отечественные сладости поставляются в 24 государства мира. В Кокея. Сияй. В Бавруйске состоялся ежегодный балл для одаренной молодежи. Я благодарна организаторам за такую невероятную возможность. Как это было? Предрождественский контроль. В магазинах продолжается мониторинг цен. Задача номер один. Действительно, чтобы не было спекуляций. На что обращают внимание? От решений к действиям. В городе прошло первое заседание избирательной комиссии. Предоставляется полная свобода для воли изъявления белорусскому народу. Сколько бюллетеней получат жители? Новогодний карнавал. В Бавруйске отгремело шествие Дедов Морозов и Снегурочек. «Сияй! Свети! Гори!» Чем удивили зрителей? Масштабная отставка и неподъемный уровень. Более 40 тысяч мигрантов уехали из Канады из-за высокой стоимости жизни. Чем обеспокоена страна? Эпоха войн и политических катаклизмов. Президент встретился с руководителями органов безопасности и разведслужб СНГ. Александр Лукашенко отметил, Минск всеми силами противостоит серьезным вызовам. Главной задачей остается опередить оппонентов и не допустить сценарии, в которые пытаются навязать. Столица хорошо видит активность спецслужб на нашей территории, констатировал глава государства. Символично, что в эпоху войн и политических катаклизмов нынешнее совещание проходит здесь, в Беларуси. Несмотря на политическое и санкционное давление стороны Запада, прежде всего Соединенных Штатов, вы это хорошо знаете, мы продолжаем развивать мирное, стабильное государство. И для этого делаем все, основанное на принципах социальной справедливости. Запрос большой на справедливость сейчас в наших государствах. Но, к сожалению, ситуация вокруг нас не становится безопаснее. Растет напряженность в различных регионах планеты. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу. Повсеместно развязываются гибридные прокси-войны. И не только прокси. Полностью деградировали иные международные структуры от ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия до Международной Организации Красного Креста. Удивительно. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков. Александр Лукашенко высказался о достаточно серьезных угрозах в информационной сфере. Недоброжелатели всеми силами пытаются оказывать деструктивное влияние на население. Также президент подчеркнул недопустимость разрыва связей. Только объединив усилия, возможно, противостоять многочисленным проблемам. Крупный выбор, широкий ассортимент и квиток. В «Сказку» в Беларуси началась предварительная продажа билетов на новогодний экспресс детской железной дороги. Когда отправление? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Белорусские индивидуальные предприниматели стали активнее переоформляться в юридические лица. Чаще всего крупный формат выбирают в пяти сферах – транспорте, торговле, промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Всего с начала года зарегистрировано около 11 тысяч организаций. На две с половиной больше, чем за аналогичный период 2022-го. Отечественные сладости поставляются в 24 государства мира. Рост продаж продолжает демонстрировать Китай. Также подписан контракт на экспорт во Вьетнам. Почти треть товаров отправляется на внешний рынок. Большая часть реализуется на внутреннем. В преддверии праздника фокус смещен на подарки. В планах выпустить не менее 2,5 миллионов специальных наборов. Количество аптек и их ассортимент в Беларуси удовлетворяет потребности жителей, сообщает пресс-служба Минздрава. В прошлом году в рамках импортозамещения выпущена продукция на 600 миллионов долларов. Несмотря на положительную тенденцию к популяризации отечественного, некоторые негосударственные объекты не располагают достаточным выбором. Этот вопрос поставлен на контроль. С января в республике изменится заполнение дубликата трудовой книжки. Согласно новому постановлению, наниматель обязан не только запрашивать информацию с предыдущих мест работы сотрудника, но и подтверждать ее сведениями с индивидуального лицевого счета в системе государственного социального страхования. Также оформление будет проходить в два этапа. В Беларуси началась предварительная продажа билетов на новогодний экспресс детской железной дороги. Первое отправление планируется 23 декабря. Состав продолжит курсировать во время школьных каникул. Длительность праздничного путешествия – два часа. На станции «Сосновый бор» будет организовано театрализованное представление. Путешествие в прошлое со вкусом элегантности. В Бавруске прошел ежегодный новогодний бал для одаренной молодежи. Участие приняли 42 пары – все отличники в учебе или спорте. Кроме традиционных вальса и полонеза в этом году добавились новая лансея и французская кадриль. Не обошлось без самого интригующего момента – выбора короля и королевы. На светский вечер заглянула Елизавета Липеева. Чарующими звуками музыки встречают гостей и участников самого чудесного события года. Праздничные украшения, привлекательные фотозоны – все говорит о приближающейся сказке. Совсем скоро актовый зал Центра ДОП образования детей и молодежи наполнится сотнями восторженных взглядов. Родители в предвкушении звездного часа своих принцев и принцесс. Присутствовать все-таки на балу у мэра – это очень почетно, это очень здорово. Ждали этого события, готовились как к свадьбе. Очень гордимся достижениями и вообще тем, что наша дочь выросла такой красавицей и достойна таких мероприятий. Одновременно очень волнительно и очень радостно и торжественно. Наташа Ростова сразу почему-то вот ассоциация такая. Думаю, что все будет очень красиво. И вот он момент, от которого мурашки по коже. В зал торжества в ритме полонеза заходят 42 пары лучших учащихся 10-11 классов. Позади больше месяца усердных тренировок и теперь талантливые парни и девушки могут выдохнуть. Самое время наслаждаться долгожданным балом и демонстрировать плоды стараний. К торжеству танца присоединяется и руководство города. Новогодний бал – ежегодная традиция, которая проходит в рамках благотворительной акции «Наши дети» при поддержке Бобруйского горосполкома. Почетные гости участники мгновенно погружаются в сказку в задорной польке знакомств. Родителей переполняет гордость. Неужели эти галантные джентльмены и очаровательные леди – их дети, которые совсем недавно только пошли в школу? А сейчас за высокие достижения в учебе, спорте и творчестве они удостоены приглашения на самое изысканное событие – городской новогодний бал. Оказаться на таком вечере – мечта каждого, но шанс получают только лучшие. Действительно уровень понимать, что ты находишься в такой атмосфере, в таком окружении, с такими прекрасными педагогами, среди таких замотивированных ребят. Я благодарна организаторам за такую невероятную возможность побывать на этом мероприятии и вообще быть частичкой невероятного проекта. Это действительно достойно глубокого уважения. Традиционно на изысканном празднике выбирают короля и королеву бала. На звание претендуют все очаровательные участники. По результатам голосования в финальном танцевальном батле встречаются три пары. Ради заветного титула девушки, кажется, готовы даже мир перевернуть. После энергичного исполнения импровизационных номеров обладателями почетного титула под бурные аплодисменты становятся учащиеся 30-й школы – Валерия Новикова и Кирилл Толок. Эмоции переполняют победителей. Мечта становится явью. Чудесная диадема и атласные ленты теперь выделяют самую блистательную пару вечера. Ой, меня переполняют эмоции. Это было состояние аффекта какое-то. Думаю, стать королевой бала – это мечта каждой девушки. И вот она у меня произошла. Я рассчитывала, что вдруг, если мы попадем в финал, то я сделаю колесо. Так и получилось. Тот отношение к нам, тот труд, который мы проделали для того, чтобы показать это на паркете. То есть, ну, меня переполняет достоинство, что мы это сделали. Я никак не ожидал, что я стану королем бала. Поддерживать одаренную молодежь – приоритет администрации города. Ведь нет ничего важнее на свете, чем дети. Сегодня для них великолепие музыкальных и хореографических сюрпризов. Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка также заглядывают на волшебное торжество и развлекают всех новогодними играми. От председателя Бобруйского горисполкома сладкие подарки вручают каждому участнику бала. Самое впечатляет, как танцуют наши дети. Какие они сегодня креативные, как они любят танцевать, как они любят свой город. И на самом деле мы, взрослые, постарались сделать для них этот праздник. Тем более, что сегодня у нас юбилейный пятый бал проходит в городе Бобруйске. Тампет, лансье, бальная полька, традиционный вальс. От разнообразия танцев кружится голова. Но дамы в белоснежных платьях и статные кавалеры в костюмах элегантно справляются с каждым движением. Фееричным завершением программы становится зажигательный новогодний флешмоб. Было восхитительно, нам очень понравилось. Это незамываемые эмоции, которые мы испытали. Все очень волновались, потому что мы готовились не один месяц. Это были трудные очень тренировки, но все же мы все справились и все отлично станцевали. Все очень прошло хорошо. Невероятная атмосфера, очень много хороших людей в таком наряде, с такой прической, в таком образе. Конечно, чувствуешь себя принцессой, со своим принцем. По сравнению с прошлым балом, в этом балу больше новых движений. И у участников больше возможности попробовать себя в роли танцоров. Я считаю, что в этом году атмосфера была сногсшибательна. Сказка на таком празднике волшебства живет в сердце каждого участника и зрителя. Вне зависимости от возраста и должности, зимой в чудо верят все. От одаренной молодежи в адрес председателя Бобруйского городсполкома звучат самые теплые слова благодарности. В подарок 12 новогодних игрушек с изображением архитектурных достопримечательностей города. Мы, участники балла, обещаем, что совсем скоро вы увидите нас на разных предприятиях нашего города. И именно мы будем определять ритм и качество жизни в родном Бобруйске. Потому что мы любим свой город! Впереди у юношей и девушек действительно все самое интересное. Им предстоит еще кружиться в вихре танца на выпускном и демонстрировать знания при поступлении в вузы. А пока, глядя на таких амбициозных юных бобруйчан, сомнений нет. У города по-настоящему прекрасное будущее. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В Бобруйске прошло первое заседание избирательной комиссии. Началась активная подготовка к проведению выборов при содействии горосполкома. Все 11 членов комиссии будут ежедневно встречаться с избирателями. С 10 утра до 7 вечера, в субботу до 2. Напомним, в феврале этого года был подписан закон об изменении избирательного кодекса Беларуси. Нововведение затронули как процесс проведения кампании, так и требования кандидатов в депутаты. Этап выдвижения начнется 17 декабря. Самое главное в нынешней избирательной кампании – это то, что предоставляется полная свобода для волеизъявления белорусскому народу. И при этом ставится надежный заслон провокаторам и демагогам, мечтающим дестабилизировать нашу страну. Единый день голосования назначен на 25 февраля 2024-го. В Бавруйске избиратели получат по три бюллетеня по выборам депутатов Палаты представителей, областного и городского советов. Всего же белорусам предстоит одновременно избрать около 13 тысяч депутатов всех уровней. Качество работы. В магазинах продолжается мониторинг цен и ассортимент товаров. В преддверии новогодних праздников особое внимание каждой витрине. Все потребности покупателей должны быть удовлетворены. Тема на контроле главы государства. На полки супермаркетов заглянула наша съемочная группа. Депутаты отправляются на мониторинг цен в один из крупных магазинов Бавруйска. В первую очередь внимание обращают на хлеб, яйца, сахар, молочку и мясо, яблоки. Социально значимые продукты всегда в изобилии должны быть представлены на полках. На них по карте лояльности действует 5-10% скидка. Радует, что большая часть ассортимента белорусского производства. Своё родное отмечено специальным логотипом. Есть акции трёхдневные на выходные дни, пятницу, субботу, воскресенье. Большой ассортимент товаров глубокой скидкой. Есть двухнедельная акция, которая проходит. Они представлены здесь в акционной зоне. До Нового года чуть меньше трёх недель. Совсем скоро горожане отправятся с большой тележкой за продуктами к праздничному столу. Некоторые уже присматривают любимые лакомства. Этот ритейл – один из точек притяжения последних чисел декабря. Выбирают гипер из-за удобства. В залах можно найти всё – от свежих фруктов до ёлочных украшений. Выбор просто обалденный. То есть здесь мясо, сыры, такого нету, мне кажется, ни в одном магазине. Выпечка очень вкусная, суши у них очень вкусная. Ну, где-то можно переплатить, но действительно здесь вкусно. Цены по сравнению с другими магазинами здесь дороже, но магазин очень аккуратный. Приятно зайти. Постоянно у них здесь. Всё свежее. Да, всё свежее. Мы тут часто бываем. Всё вкусное, даже вот они готовят очень вкусно. Хороший магазин. Как этот магазин открылся, хожу только сюда. Мне здесь очень нравится. Здесь комфортно, чисто, аккуратно. Приятное обслуживание. Предпочитаю всё белорусского производства. Здесь хороший выбор всегда зелени, хлеба, выпечки. В следующей очереди на мониторинг ещё один крупный маркет. Депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители Управления торговли обращают внимание на каждую деталь. Заглядывают и в книгу жалобы и предложений. Берут на заметку всё, чтобы покупатель был доволен. Задача номер один. Действительно, чтобы не было спекуляций перед новогодними праздниками. Посмотреть, как формируется цена, что делают, скажем, торговые объекты для того, чтобы привлечь покупателя. Ну и какие бонусы и скидки ждут нашего потребителя. Замечаний в сторону торговых объектов нет. В магазинах большой ассортимент на любой кошелёк. Незначительный рост цен на некоторые товары в пределах нормы. Плюс приятные бонусы в виде скидок и богатые на выбор акционные отделы. У нас практически идёт ежедневный мониторинг, обследование объектов торговли. Это и рабочие группы, это и профсоюзы у нас работают, и депутаты различного уровня, и местные советы депутатов, и национального собрания Республики Беларусь. Этот вопрос находится на постоянном контроле. В других странах мира ситуация в магазинах не такая вкусная. К примеру, для некоторых жителей Германии Рождество в этом году будет не по карману. Праздничный стол обойдётся в разы дороже, чем обычно. Всё из-за продолжительного увеличения цен на продукты. Эксперты отмечают, в среднем прирост 30% и такое нескромное повышение всего за два года. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Всегда на страже. В стране отмечают День радиотехнических войск. Они по праву считаются ушами и глазами вооружённых сил. Воздушная разведка и выдача информации – главные задачи, с которыми первоклассные специалисты справляются на все сто. Качественный мониторинг воздушного пространства возможен благодаря современным радиолокационным системам. Станции обнаруживают летящие цели на высоте от 50 метров до 25 километров. Каждый из нашего боевого расчёта, независимо от того, начальник – это либо рядовой, либо рефрейтор, несут дежурство. И очень каждый человек важен. И в зависимости от того, как складно будет работать этот коллектив, от этого будет зависеть полностью выполнимая задача, поставленная нам. Специалисты с честью выполняют все поставленные задачи и в любой момент готовы чётко среагировать и предотвратить опасность. В условиях сложной внешнеполитической обстановки это актуально, как никогда. Словно сошли со страниц, в Вабруске отгремело традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Персонажи прошлись от социалистической до площади Ленина. В завершении – фееричный флешмоб и, конечно, зажение огней на главной ёлке. В предпраздничную феерию окунулась Юлия Вернер. Дедушка, отправляйтесь в рейс. Всё, спасибо. В профессии Сергей Гречкин с далёкого 90-го. За плечами тысячи километров и многолетний опыт. Водитель депо ежедневно трудится на благо бобруйчан. Главный помощник в нелёгком деле – грейдер. В преддверии новогодних праздников мужчина наряжает своего железного товарища. Я решил сегодня создать новогоднее настроение, выехать на спецтехнике в город, чтобы люди порадовались. После шествия начну работать во вторую смену на расчистке нашего города. Бородатый волшебник со своей дочкой отправляется в сторону социалистической. Там разворачивается настоящий круговорот из ярких кафтанов, белых бород и разнообразных костюмов. В воздухе парит предвкушение и задор. Жителям города я хочу подарить любовь, счастье, настроение главное, что было. Я считаю, это вообще здорово и очень классно. И приурочено к хорошему празднику, к Новому году, к новому чуду. Настроение у всех такое позитивное. Я смотрю, что люди, проходящие мимо, невольно улыбаются все. Пара. Парад стартует от театра, драмы и комедии. 147 пар Дедов Морозов и Снегурочек поздравляют горожан с наступающим Рождеством и Новым годом. Посмотреть на чудо из чудес собирается целая толпа. Взрослые и дети машут и снимают все на телефоны. Крепкого здоровья, благополучия, удачи и мирного неба над головой. Наступающим Новым годом и 1024-м. Всего в шествии принимают участие свыше 300 человек. В социалистическую и Максима Горького буквально окутывает волшебство. Финиширует колонна на площади Ленина. Особого шарма добавляет украшенная спецтехника. Здесь машина Гургаза, скорая МЧС. Ну и как же без предприятий? В Беларуси резина техника, Таим, ТДЮА, мясокомбинат, Домочай. Несмотря на прохладную погоду, звучат горячие пожелания. Дед Мороз и его внучка приветствуют жителей и гостей города. Сотни людей собираются на площади в ожидании особенного момента. В церемонии зажжения огней. С наступающим Рождеством и Новым Годом! Примите пожелания добра всяческого и от внучки моей, фигурочки! Праздник этот снежный, улыбок и добра. Дракона год успешный, встречать пришла пора. После волшебных слов Седобородова-волшебника наступает тот самый момент. В ожидании чуда, кажется, на несколько секунд замирает весь город. Сияй! Свети! Гори! Не обходится и без праздничного флэш-моба. Горожане ритмично двигаются под зажигательную музыку. Ноги так и просятся в пляс. На лицах заразительные улыбки. Атмосфера восторга не покидает бобручан ни на минуту. Вокруг пушистой виновницы торжества собирается большой хоровод. Из колонок доносятся праздничные хиты. Рядом работает бесплатный каток, новогодний фудкорт и домики с игрушками. В том году было не так много гирлянд, а в этом году очень много всего добавили. Это очень круто. И плюс еще песни очень классные. С наступающим 2024 годом, Годом Дракона! Пусть он вам принесет счастья, удачу, новогоднего настроения, исполнения всех ваших желаний. Очень все понравилось, прекрасно организовано. Столько восторга, радости. Вы знаете, яркие краски, хорошее настроение. Все люди, знаете, такие доброжелательные, все ждали. Мы очень довольны. Это прекрасная сегодня атмосфера, когда семьи все здесь собираются, когда играет музыка, когда все радостные, когда нету этой грусти, когда всем на душе хорошо. Волшебство и предновогодняя эйфория буквально веют в воздухе. Бобруйск словно окунается в настоящую зимнюю сказку и отвлекается от будничной суеты. Заряд энергии и праздничного настроения обеспечен на год вперед. Но до боя курантов остается всего две недели. Самое время подумать, что же загадать в новогоднюю ночь. Юлия Вернер, Павел Зуев, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Ненадежные беспилотники, космический ценник и принудительная мера. Немецкая технологическая компания объявила о сокращении рабочих мест. Сколько человек останутся на улице? Далее громкие заголовки мировых новостей. Более 40 тысяч мигрантов уехали из Канады из-за высокой стоимости жизни. Не хватает денег даже на съем жилья. В стране такая ситуация вызывает беспокойство. За счет приезжих правительство хотело решить проблему с нехваткой рабочих кадров. Чтобы уменьшить дефицит сотрудников, ежегодно планировали принимать по 500 тысяч гостей. Немецкая технологическая компания объявила о сокращении рабочих мест. В планах увольнение полутора тысячи людей до конца 2025-го. Решение затронет сотрудников двух предприятий, отделов разработки и продаж. Часть персонала заменят современные технологии. Некоторые специалисты покинут рабочие места по собственному желанию, другие досрочно выйдут на пенсию. Более двух миллионов автомобилей отзовет компания Tesla. Причина – злоупотребление автопилотом. До этого было проведено двухлетнее расследование аварий, которые происходили при включенной функции. Одним из главных правил работы системы – касание водителем руля. Однако многие автолюбители игнорировали требования, что создавало опасные ситуации на дорогах. Экземпляр первого издания «Гарри Поттер и философский камень» продали за 55 тысяч фунтов. В 1997 он стоил всего 10. 26 лет назад книга находилась в корзине для плохо реализуемых товаров. Там ее обнаружила 58-летняя женщина и приобрела для своих детей. Долгое время роман хранился в чулане под лестницей, после чего покупательница решила выставить его на торги. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Вобруск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся! Новая неделя – 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 нов